Я хочу представить сегодняшнего гостя в нашем городе, члена правления Skyway Capital, директоров Skyway Capital, активного участника проекта Skyway, который с самого начала, как и я, кстати, тоже в одно время почти мы с ним присоединились к проекту, но Алексей чуть раньше, и, кстати, информацию я узнал именно через Алексея о проекте Skyway, поэтому очень ему благодарен и прошу поприветствовать Алексея Суходоев в городе Челябин. Здравствуйте, дорогие друзья, нечастые гости в городе Екатеринбурге, к сожалению. У вас замечательный город, всех с Днём Народного Единства! Сегодня, кстати, неспроста, возможно, мы будем разговаривать о той тематике, которая призвана объединить еще больше все народы, все народности, все национальности, все страны под именно таким знаменем, очень серьезным, очень важным для всей планеты, как развитие сети Transnet. И, действительно, вот то, что мы видели сейчас вот на видео, это история, это история Skyway. Это уже, можно сказать, далекое прошлое, потому что год Skyway считается, действительно, за 10 лет. И столько всего прошло, столько всего еще предстоит. Но сегодня мы поговорим о том направлении, которое, на наш взгляд, Сергеем Анатольевичем и Анатолий Эдуардович также предварительно это одобрил, поэтому мы это и делаем, именно в синхронизации с проектом Skyway. Именно применение блокчейн направления, то есть такого новомодного слова, как криптовалюты, просто криптография, токены, коины и так далее, вот об этом, об этом, о всем мы сегодня будем общаться с вами. И, действительно, это максимальное повышение безопасности, это максимальное повышение надежности, это еще большая капитализация нашего проекта. И сегодня я обязательно отвечу на все вопросы касаемо этого направления, потому что моя презентация будет строиться именно как первая презентация, вообще вот, что очень символично, в городе Екатеринбург, где, в принципе, таким вот мозговым штурмом была возрождена именно концепция, которую придумал Анатолий Эдуардович еще десятки лет назад, концепция юнибайка, именно в применимости к рынку. Здесь, в Екатеринбурге, на цикле уральских конференциях вспомнили об этом, и, соответственно, Анатолий Эдуардович стал развивать это направление. Вы помните, что буквально меньше, чем через год у нас появился юнибайк. То есть, я думаю, что этому можно действительно поаплодировать. Это был первый наш ребенок общий, потом появился юнибус, и сейчас никого не удивишь, когда по гибкой путевой структуре проносится буквально юнибус, а скоро, теоретически, возможно, потенциально, как я люблю говорить, проедет трехсекционный юникар по гибкой путевой структуре. То есть, это действительно будет технологическое чудо. И весь мир этого ожидает, не зная об этом. Но, друзья, нам нужно обогнать всех и навсегда во всех абсолютно аспектах. Поэтому то, что зародилось уже много лет назад, и в чатах действительно страсывали интересные истории, как 18-летний мальчик стал миллионером долларовым, приобретя биткоины и так далее. Кто-то думает, что эта история уже прошла, кто-то считает, что это не для него, кто-то думает, что это хайп, это пузырь, это пирамида. И, друзья, сегодня я хотел бы дать аргументы лично от себя, касаемо вообще всего криптонаправления, потому что за этим мы с Сергеем Анатольевичем, я лично, наблюдаем уже фактически, ну, я два года. И я могу сказать, что у меня есть такой консерватизм, когда я начал пользоваться вообще карточками. То есть, это вот, кстати, вопрос о технологическом прогрессе, что сейчас кто-то может не поверить в Skyway. Это действительно нормально, потому что даже когда технология существует, кто-то подумает, что эта технология невозможна к применению к рынку. Потому что это действительно на острие футурологии в реальности сейчас, в настоящем времени. Это то, что необходимо сегодня миру, но так же, как раньше пользовались дисковыми телефонами, потом появились кнопочные, потом мобильный телефон, потом смартфон, потом к нему присоединили интернет. Сейчас вообще планируется телефоны, опять же, на блокчейн сделать. И это технологический прогресс. И некоторых аспектов мы можем замечать, можем не замечать, можем пропустить. Но вот именно концепция блокчейн-платформы для Skyway, этого невозможно упустить. И сегодня действительно первый раз на публике с официальной презентацией я представлю это направление. Сейчас это все будет без фирменной символики. И я могу сказать, что мы намеренно это делаем, потому что есть название, есть разработанный логотип. И сайты, которые вы два увидите в конце презентации, эти сайты скоро запустятся. Вначале там будет такой превью, потом туда будет заливаться информация, сайт уже делается. Но мы намеренно не имеем права ни рассказывать сейчас ни название токена, ни показывать сейчас ни название платформы, потому что, извините, на нас, ну, наверное, это рекорд вообще создания скамов, мошеннических схем. На нас уже четвертый скам был сделан. И вот крайне это Skyway Coin, вы прекрасно понимаете, что, да, мы назвали Skyway Coin, токен, который теоретически будет генериться и распределяться. И сразу ушлые люди сделали и, более того, вывели на биржу. На биржу это не так дешево, так скажем, вывести. Это примерно при скамовости проекта, если традиционно это до 10 биткоинов, а курс биткоина сейчас больше 7000 долларов, то это достаточно, как бы, затратное удовольствие. Кто-то потратился, кто-то действительно имеет бюджет, нам вредить, поэтому мы не будем давать им пищу для размышления. И здесь вот очень скоро появится такой вот звучный логотип, очень такой продуманный логотип. И как раз к слогану, что мы должны объединиться. И, соответственно, название Coin тоже очень продуманное, очень звучное. И даже есть у него такое вот обозначение, которое невозможно будет забыть абсолютно. Следующий слайд, пожалуйста. Я сегодня не буду общаться и разговаривать по слайдам, но хотелось бы, чтобы это было как сопровождение. И когда сейчас вот мы рассказываем и будем рассказывать на весь мир про блучение направления, хотелось бы рассказать вообще, что сейчас происходит и что я на своем опыте действительно испытал в высокотехнологичных государствах, в которых необходимо побывать, чтобы это понять, насколько сейчас развивается технологический прогресс, насколько сейчас действительно прорывается в нашу жизнь мир интернет-вещей. И существует ли он вообще. Я расскажу вам такую вот интересную ситуацию, которая произошла со мной в городе Сингапур. У меня была проблема такая, я забыл адаптер, точнее он не подходил, там другие розетки. Я позвонил на ресепшн и спрашиваю, слушайте, у меня адаптер не подходит, вы можете принести, возможно у вас есть. Они сказали, да, конечно, но к вам никто не подойдет. Как никто не подойдет? К вам приедет робот. И тут я подумал, робот, ну хорошо, хорошо, давайте робота. И так молча положил трубку, в таком смятении могу сказать. Буквально через 5 минут раздается звонок по телефону, такое знаете, как модемное соединение, там что-то такое. И я открываю дверь, мы с женой открываем дверь, а там робот. И открывается так у него окошко, и там лежит адаптер. И такая надпись. Это то, что вам было нужно? Я так тыкаю, да. То есть это я вспомнил то ощущение, когда я вообще начал пользоваться карточками, обычными банковскими. Это началось с проектов и так далее. И я консерватор в этом плане, я боялся переводить вообще по интернет банку, думая, что может быть человек не получит. То есть я реально боялся. У меня были опасения. Я в этом вообще жуткий скептик. И про виптовалюты, про биткоины. Вот, допустим, почему, когда, ну, был у меня такой период, в январе прошлого года, в день в день я предсказал, что примерно 735 будет биткоин. Я думаю, хорошо, предположения классные. По идее, нужно им чуть-чуть закупиться. Но у меня опять же боязнь, как его где взять, как его где купить вообще. Вот у меня просто фобия. А вдруг я на биржу отправлю, а там меня обманут, и все, я деньги потеряю. То есть это мой консерватизм, но он действительно толкает вперед. И как лень, так и боязнь действительно толкает человека вперед. Поэтому не нужно было мне сейчас спускаться на ресепшн, брать этот адаптер. Сейчас ко мне поднялся робот, и более того, он еще отправился потом самостоятельно заряжаться на первый этаж. То есть как-то он проехался по лифту. Но это еще не все, что меня потрясло. Но буквально на следующий день, и это я обязательно покажу, как видеоблог выйдет, я это все покажу. Потому что, может быть, я сказки рассказываю, сказки про футурологию. Но это действительно произошло на самом деле. На следующий день мы пришли на завтрак, и я очень люблю яичницу на завтрак. Думаю, вот сейчас как бы пожарю яичницу. Говорят, что хорошо, яичницу вам пожарим. То есть первый завтрак, отлично, все прошло. На второй день прихожу, мне говорят, а яичницу больше не жарит человек. Я говорю, как человек. Вот такая череда совпадений. А идите там готовят специальный робот опять. Я думаю, ну что ж такое опять робот. Пошел, и действительно он готовит омлет. Более того, яичницу вначале. Более того, через день он научился готовить омлет. И сейчас многие прогнозируют, что будут хирурги-роботы. Был выигран чемпионат именно в интеллектуальную игру, искусственный интеллект уже победил. Более того, в такой моделяции, именно эмуляции полета, также искусственный интеллект победил. Но это все замечательно. Искусственный интеллект развивается. Но существует ли действительно мир интернет-бещей? Что это такое, на мой взгляд? И кому-то этот пример нравится, кому-то нет. Но это действительно простая аналогия. Вот представьте, вы сидите сейчас на стуле, представьте, что вы в своей комнате, в своем кабинете. И вам необходимо сходить на кухню, заварить чаю. Либо сделать бутерброд. Все, что желаете. То есть это без разницы. Вам нужно куда-то встать и пойти. Как должно быть при существующем мире интернет-вещей? То есть когда приборы между собой взаимодействуют, организована связь, соединение, и, соответственно, все сервисы, все услуги исполняются. Я бы послал на мобильный телефон сигнал, соответственно, там водопровод, если мне нужно попить чай, налил бы умный водопровод, что парадокс на сегодняшний день, он бы мне налил воду, чайник отфильтровал бы, подогрел, охладил, и потом, допустим, либо подлетел дрон. Мне говорили, что что вы такое говорите, будет летать дрон, он же на голову вам опрокинет все. Либо наоборот, злопыхатели говорят, а он вам на голову опрокинет. Это знаете, как говорили, еще вот когда придумали паровые машины, потом автомобили, про понятие мобильности мы сегодня еще поговорим. Тоже говорили, да, это не поедет, да, это взорвется, когда поедет. Вот так же люди сейчас, скептики, об этом говорят. И подлетел бы дрон, который, вот моя мечта, чтобы дрон еще в свободное время где-нибудь там прибирался, что-нибудь пыль там протирал, летал, чтобы это нельзя, не нужно было делать, и я мог потратить время, допустим, на очередную конференцию в Челябинске, либо провести свое время с семьей. Опять же, кто-то говорит, мы обленимся, опять же, кто-то говорит, мы станем толстыми, мы не захотим ничего делать. Те люди, которые не желают этого делать, они и не будут делать. Но, друзья, существует ли такая картина, действительно, вот эта вот идиллия, когда потом ко мне подъехал робот, швейцар, то есть робот-слуга, и дал мне этот чай. Этого нет, и тем более взаимодействие через блокчейн. Что такое блокчейн? Блокчейн – это система децентрализованного распределенного реестра. Почему вообще был создан биткоин, то есть очень простым языком, если говорить, для того, чтобы избавиться от третьих сторон, для того, чтобы совершать из любой точки земного шара любую точку земного шара абсолютно любые суммы транзакции, минуя всех регуляторов, минуя все ограничительные органы и только во благо пользователя. Соответственно, первый раз, и мы это также символично в будущем сделаем, кто-то купил первую пиццу за биткоин. То есть это все прекрасно знают. Это, знаете, уже такой вот, так скажем, грубо баян. То есть я об этом не буду рассказывать, и вот на всех этих фактах также не буду останавливаться. Появился биткоин, потом начали появляться еще криптовалюты. Первая такая очень серьезная криптовалюта, и проект перед запуском еще вот таким вот серьезным, как сегодня эфириум стоит иногда там 280, иногда 300, даже до 400 долларов доходил, это проект DAO. То есть это децентрализованная автономная организация. То есть фактически это то, что я вам описывал, только вот эти вот роботы внутри моей квартиры, они бы являлись децентрализованной автономной организацией. Они бы даже работали на кого-то. Но в данном случае они бы работали не на меня, они бы работали также на кого-то, но оказывали мне бы услугу. И с моего кошелька, криптокошелька, просто за эту услугу списывались некие токены. Эти транзакции происходили бы действительно мгновенно. И вот это сейчас многие интернет, не интернет, а блокчейн проекты, пытаются воплотить. Это действительно идея, которая максимально сейчас толкает предпринимателей инвестировать в эти проекты. Это проект Йота, это проект Валтон сейчас развивается. То есть Йота, на крайнем слайде вы увидите, какая капитализация у него была. Йота за прошлый месяц примерно в 7 раз вырос. То есть в 7 раз просто. Если человек инвестировал в 1000-7 тысяч долларов, можно было получить. Но это очень волатильный рынок, и я об этом буду повторять и на протяжении всей презентации. Рынок, который сейчас мы используем в качестве основных инвестиций, рынок именно консервативный, который существует более 300 лет, и им пользуются все банкиры, состоятельные инвесторы. Это рынок на сегодняшний день обязательств Skyway. В будущем это будут акции, уже приносящие дивиденды, после выхода компании на первые прибыли. И это очень консервативный рынок, но он просто безотказный. На сегодняшний день там минимальная волатильность. То есть не будет такого, что, допустим, в день упадет что-то на 50%. Там год до эпох, чтобы такое падение было. Соответственно, риски минимальные, но и заработок также меньше. Поэтому сейчас спекулянтов и предпринимателей, и криптоэнтузиастов со всего мира действительно привлекает крипто-направление. Но с точки зрения именно быстрых заработков сейчас большинство, сейчас наступило действительно такое fear of missing opportunity. То есть это страх упустить возможности. Действительно существует такой термин. И знаете, я вот как бы попал в это ощущение. Нужно же погрузиться, нужно понять, как делать размещение, чтобы потом самому делать что-то, чуть-чуть инвестировать, прочувствовать это. И когда, да, на основе анализа и так далее удалось в 6 раз приумножить депозит, он был чисто для пробы, небольшой, так скажем. Но возник вопрос, ого-го, в 6 раз. Но потом быстро меня вот так вот как бы судьба сказала остепенись, посторонись. То есть вот эти 6 раз упали в 4 раза. Потом снова в 2, потом вообще в 2 раза. Сейчас, дай бог, вообще в 0 выйти. Вот я хочу, чтобы вы эти моменты запомнили, потому что действительно сейчас это тот превью, это та предварительная информация, которую нужно вкусить, потому что многие сейчас задают тот вопрос, а когда я смогу обменять обязательства Skyway на токены? Вы представьте, насколько это рисковый рынок. И в первую очередь мы делаем это направление не для того, чтобы снова кто-то, кто инвестировал в проект Skyway, инвестировал в токены либо ожидал чего-то. Нет, друзья, этого не нужно делать. И более того, если, допустим, говорить про меня, и я посмотрел бы на себя со стороны, я бы не ожидал запуска платформы, а продолжал бы также через рассрочки действовать и инвестировать в проект Skyway, если у меня есть на то свободные средства. Повторяю, как бы свободные, потому что проект венчури. То крипто направление, которое мы сейчас делаем, это венчур венчури. Я думаю, что это действительно войдет в историю. Но этого нельзя не делать сейчас, потому что кто-то потом это сделает. либо SkyTrend, допустим, разродится, у них появятся инвесторы, им, допустим, разрешат что-то в Тель-Авиве сделать, а когда инвестиции появляются, вы понимаете, что проект достаточно проще, быстро реализовать. И, к примеру, они применят блокчейн. Либо Hyperloop, сейчас купил Hyperloop Technologies, Hyperloop One, Richard Branson, там будет представка у них такая, Virgin, хорошие компании, кстати, не продают, чтобы была приставка, это такая достаточно недорогая распродажа, видимо, была. Но, опять же, Richard не глупый мужчина, бизнесмен, предприниматель, и он может догадаться до того, чтобы нанять неких специалистов для того, чтобы они прикрепили Hyperloop в тот же блокчейн. Мы не можем не развиваться в этом направлении, потому что кто-то начнет это направление. И риск взяли на себя действительно группа энтузиастов, число, которое я скажу. Мы привлекли определенные инвестиции, сами инвестируем, и сейчас действительно идем по этой тропе, и вот когда мы говорили, что вот как бы 4 ноября будем показывать, знаете, такие были уверены, крутые такие, вот сейчас делаем стартап, мы же привлекаем такие инвестиции в Skyway, а нет, не так просто, и на самом деле замечательно, что не так просто, потому что каждый нюанс сейчас продумывается. Для того, чтобы что-то не пошло не так, для того, чтобы не было осечек, и это то направление, которое как запустится, его потом будет очень сложно изменить, и в первую очередь у нас будет главный гарант неизменность правил. Это Анатолий Эдуардович Юницкий, и это абсолютно правомерно, потому что ни один адресный проект, будь то с блокчейн, будь то без блокчейн, что реализуется с помощью технологии SkyWay, он невозможен к реализации без одобрения генерального конструктора, инженера, изобретателя и создателя SkyWay Technologies. Так вот, ответьте для себя на простой вопрос, действительно, существует ли сегодня мир интернет вещей, тем более на блокчейне. Либо же мы живем в прошлом веке, по сравнению с прогнозами футуролога, что да, действительно, к 2030, 2025, либо 40-му году будет уже фактически полтриллиона девайсов, различных устройств, которые будут летать, говорить, переводить, и так далее, и этого не происходит. То есть, это действительно тот миф, который необходимо развеять. Следующий слайд. Про дропатизацию я вам сказал, то есть, это еще более далекое будущее, но, есть одно но, все это появится. Вот давайте вспомним, как появился интернет. То есть, немножко перейдем в историю. Интернет появился как стратегическое направление в агент стратегических инициатив в США DARPA. Как научная военная разработка. Как появился Facebook? Сразу ли он накутал всю планету Земля и все стали пользоваться и более миллиарда людей перешли в Facebook? Нет, конечно нет. Он появился в рамках одного университета как локальная сеть. Так вот, мир, интернет, вещей и всеобщая роботизация, то есть, дроны, андроиды и так далее, все вот эти вот машины, которые по идее должны помогать человеку, а не вредить ему ни в коем случае. И в первую очередь, как бы, такое вот негласное правило экономики роботов, это не навредит человеку. Это действительно как бы то правило, которое необходимо соблюдать, иначе мы можем напороться на очень неприятные вещи. и должна появиться та среда, которая объединит себе все. От этого слоган, от этого действительно вот этот гласный слоган, как «We must unite», мы должны объединиться. И все инвесторы, и все инженеры, и все предприниматели, но не только люди, но и направления, действительно, они должны объединиться в новой сети, которая сейчас реализуется и строится сейчас на планете Земля, и она уже фактически готова. Это транснет, это то, что мы создаем с вами, друзья. Это то, что Анатолий Эдуардович начал еще фактически уже 40 лет назад. Многие приводят те сравнения, как Моисеев бродил по пустыне и водил с собой народ. Различные сравнения можно привести, и они абсолютно правильные, друзья. Это то, что действительно сейчас необходимо человеку, это то, что спасет мировую экономику от будущих коллапсов, и это то, что вберет себя мир интернет-вещей, преобразит, модернизирует его, свяжет, и действительно вдохнет его абсолютную жизнь. Следующий слайд. И сейчас мы переходим, друзья, к такому пониманию, как, опять же, я говорил, технологический прогресс, и постепенно подходим к понятию, что такое транснет-спейс. Давайте опять же немножко не будем сейчас вдаваться в технологические уклады, длинные короткие волны Кондратьева, Николая, а поговорим о мобильности. Это то, о чем действительно таким вот одним из основных тезисов было озвучено на инотранс, в котором мы присутствовали и показали уже реальный юнибайк и реальный юнибус, который пока что еще на тот момент не были продемонстрированы на реальной путевой структуре. То есть мобильность 1.0 и я думаю, что вы заметили эту презентацию в первый раз в жизни. И как бы это работают уже дизайнеры, которые на блокчейн платформе работают как нанятые лица. Мобильность 1.0 либо первобытный человек, либо мы с вами далекие-далекие года назад ходили просто ногами. Соответственно, мобильность 2.0 это когда было создано колесо, мы сделали телегу и некоторые там еще сравнивают с плугом и так далее. Мы стали ездить на лошадях, то есть перемещаться быстрее. Также по логике развития городов, из чего Анатолий Эдуардович вывел вообще логику линейных городов и размер городов стал расти. Мобильность 3.0 это соответственно на эту телегу присоединили и туда также как инженерное изобретение применили как бензиновые, вначале паровые двигатели, то есть это паровоз там и так далее, и далее бензиновые двигатели. Соответственно, если говорить про технологические уклады, это был рассвет нефтяной эпохи, Дубай, Арабские Эмираты рассвели, и кстати, друзья, буквально несколько дней назад вот то, что мы говорили на вебинарах действительно высший свет арабского мира побывал на экотехнопарке, они были просто поражены. То есть, цитирую Виктора Бабурина, к нам приехали такие крутые арабы, то есть это действительно очень сильно заряжает, когда такие фразы произносятся. и, соответственно, арабские эмираты получили нефть, начала развиваться ипотека, также ипотечный взлет, ипотечный бум, падение, рынок доткомов потом начал развиваться, опять же, все начали делать интернет-сайты, помните, в 90-х годах, вот, я был еще маленький, тогда еще там троллейбусом прицеплялся и ездил за ними, и кто-то уже делал многомиллионные состояния, допустим, Илон Маск продал компанию первую свою именно поплатежной системой, а начал вообще с диджитализации желтой прессы, то есть это первый стартап его был, и потом он уже перешел на финансовое направление. Сейчас мы видим уже попытки для того, чтобы появились некие умные автомобили, некие умные транспорты, а на инотранс, на прошлой выставке вообще считалось, что умным транспортом, умным поездом, умным скоростным поездом считается тот вид подвижного состава, где просто проведен Wi-Fi, то есть есть интернет. Это не инновация, инновация действительно была показана с точки зрения применения технологии Skyway, и я хотел бы развеять этот миф, что сейчас многие действительно пророчат, что вот он мир интернет-вещей, когда с помощью сенсоров, датчиков, машинного обучения будут подвижные составы и автомобили беспилотные между собой общаться, передвигаться, парковаться сами, ну а тем не менее посмотрим, что происходит. Во-первых, вначале обучили беспилотные автомобили просто парковаться, соответственно, как роботов. все замечательно, по канонам, потом подумали, что-то не идет, давайте это учить их, чтобы они парковались, как люди, а то аварии будут. То есть, понимаете, какой парадокс. Потом начали такие именно вот аргументы выдвигаться руководителем крупнейших автомобильных корпораций, что при том случае, когда нужно будет выбирать сбить пешехода, допустим, перебегающего ребенка, либо свернуть в кювет, либо в стоп, машина беспилотная будет выбирать сбить для того, чтобы оберечь водителя. Это ли гуманность и это ли действительно полезный эффект от диджитализации, от всеобщей диджитализации и роботизации. И то, что сейчас происходит, то, что было озвучено на Inotrans, это мобильность 5.0. Это действительно транспорт второго уровня, который перемещается, умный, который все видит, который все понимает, который все знает и обучается. И более того, если один юнибайк либо юнибус что-то встретит на препятствии, следующие будут знать, что это что-то присутствует на путевой структуре, если еще соответственно эта несправность не была устранена, они просто остановятся, они будут это знать. Это как нейронная света. И сеть Транснет действительно это как большой наш мозг, большой организм именно всей планеты. Это сеть, более того, друзья, я скажу, это сеть с физическим воплощением интернет. Это то, что необходимо на сегодняшний день для построения глобальной сети на основе технологии распределенного реестра блокчейн. Потому что основная уязвимость этой технологии заключается в том, что представьте, что просто отрубят интернет, перережут, начнут к примеру, как-то уничтожать дата-центры и так далее. И когда у нас внутри путевой структуры находятся силовые кабели, оптоволокно, это идеальный плацдарм, идеальное действительно место рождения защищенного пространства для блокчейн. Это наша путевая структура Транснет. Возможно, представители криптомира будут с этим спорить, но когда они будут задумываться об увеличении скорости именно физической связки объектов, домов, линейных городов, умных городов, они вспомнят, что действительно нужна путевая структура, нужно физическое воплощение. И мы считаем, что на следующем интернете теоретически можно действительно объявить то направление даже не мобильность 5.0, а мобильность 5+. И этого на сегодня никто не делает это совокупность и связка технологий транспорта второго уровня самых прорывных, самых инновационных, самых действительно новаторских, самых ожидаемых на сегодняшний день. Посмотрите, как действительно сейчас буквально вырывает с руками проекты Индия, Индонезия, Малайзия также сейчас подсоединяется. Там работают активисты, у них были огромные связи, друзья, но были ли эти связи применимы вообще? Ранее эти связи были необходимы им. И только когда они стали работать в управляющей компании сотрудничестве Skyway, эти связи стали абсолютно необходимы. Выходы на министров, выходы потом уже чуть ли не на президента. И действительно сейчас те страны, которые нуждаются в решении транспортных и инфраструктурных проблем, они уже услышали о том, что проект Skyway развиваются и они готовы дать множество проектов после реализации первопилотного. Наша задача будет вести параллельное направление, чтобы с первым пилотным проектом у нас также появилось направление первопилотного оцифрованного проекта. И в этой презентации я покажу, что значит оцифрованный проект, что значит токенизация, что значит диджитализация и те все умные, возможно сложные слова, которые включены в мобильность действительно 5+. Это действительно то будущее, которое ждет всю транспорт и инфраструктуру, если даже кто-то этого не желает. И соответственно мы приходим действительно в глобальную сеть Transnet, которая, как я повторяюсь, является физическим воплощением интернет и соответственно все устройства, все девайсы они смогут там общаться. И возможно старшее поколение, которое сейчас пытается разбираться и в компьютерах, будет думать это абсолютно правильно, это абсолютно верно, зачем это проекту Skyway, зачем это развивать, кто-то даже будет выходить с аудитории, это тоже абсолютно нормально. Но люди, которые сейчас обучаются, кто-то в игрушки играет, то есть очень много таких вот причем состоятельных достаточно молодых ребят, которые играют в игрушки, то есть там Дота и так далее, никогда не играл, но как выясняется, достаточно не бедные люди и достаточно не глупые люди играют в компьютерные игрушки, это тоже как бы тот рынок, который появился совсем недавно, рынок на уровне Олимпиады, рынок виртуальных игр, на этом даже сейчас строят такие очень серьезные бизнесы. Так вот, здесь вы видите впервые буквально схематическое изображение такой вот именно части экономики токена. И много раз на вебинарах мы говорили, что такое экономика токена, в чем она заключается. Я хочу, чтобы вы уснили три вещи очень упрощенной, и в этом будет заключаться концепт, прототип именно экономики токена, такой вот сокращенный, который будет реализовывать наша блокчейн-платформа именно в программном исполнении, именно как моделирование ситуации, именно как создание, если вы хотите, операционной системы. То есть, что сделал Стив Джобс, что сделала компания Apple. Они, используя существующий язык программирования, но стоит признаться, я недавно узнал, что Стив возника оказывается создал Basic. То есть, на Basic я вообще вот еще когда был школьником и повезло, там был очень хороший компьютерный класс, на Олимпиады отправляли по программированию. Тут, кстати, мне немножко это пригождается, хотя мозг иногда так скрипит, когда мы обсуждаем с разработчиками. И Apple сделали вообще непосредственно возник, первые игры, черно-белые продали их от Ай, а потом игры сделали вообще цветными, получили капитализацию дополнительно, а потом уже перешли на Apple, вы помните ту историю, когда Dell отказался от именно формата планшета, и вообще компания Apple начала с самого малого, и абсолютно это нужно было с этого начинать, это именно вот проигрыватели вот этих, ай-поды. Потом, вы знаете всю эту историю, мы неоднократно это рассказывали на вебинарах, и сейчас компания Apple, это уже фактически почти триллион долларов капитализации, сейчас на самом деле соревнуются корпорации, именно высокопроизводительные, высокотехнологичные корпорации, Apple, Amazon, Google, Alibaba тоже вырвется вперед, и мы просто не можем не замечать этих направлений, когда создаются огромные дата-центры, вы знаете, на чем зарабатывает Amazon вообще, то есть основную прибыль, которую получает сейчас компания Amazon, возможно, кто-то ответит, магазин, абсолютно верно, облачные хранилища, это самый большой бизнес, на который Amazon сейчас это все буквально в смысле все банки подсадили, и у нас вот этих облаков, и в том числе мы будем надеяться на цифровых облаков, то есть адресный проект, когда мы будем входить в головная компания, и мы, соответственно, будем входить в качестве инвесторов в адресный проект в виде роялти, мы будем предоставлять именно некоторое облако адресного проекта. Я могу сказать, что сейчас мы прорабатываем ту концепцию, что избегает традиционного майнинга с затратами электричества, что такое майнинг вообще вот тоже, чтобы чуть-чуть отложилось на сегодняшней конференции, то есть очень простое определение, ну, проще некуда. Да, это супер просто добывать, то есть кто-то с шахтерами сравнивает, но это производство блоков, я бы сравнил это со строительством, именно с воздвижением такого здания. И вот эти прорабы, они передают не друг другу, они каждый сам строят, но за вот эту стройку, то есть за вычисление и у биткоина необходимо затрачивать огромные ресурсы, поэтому тратится огромное количество электричества, и этих строителей, шахтеров вознаграждает за создаваемый блок. Естественно, в нашей структуре также блокчейне будет майнинг, но он не будет такой, как в биткоине, и не нужно будет электричество. Можно будет поднять, соответственно, ну, так скажем, ноду, то есть это такой вот немножко странный, возможно, термин, но это некая штука, которая позволяет разместить на себе уже вычисления и так далее и создавать блоки. То есть, соответственно, это всем проектам, которые будут оцифровываться, им последует это сделать. Потому что логика блокчейна, она по-другому никак не получится. То есть, вот многие сейчас задают вопрос по поводу это мой любимый вопрос, поверьте мне, еще, наверное, секонд-экнопарка, но тогда еще никто не объявлял об этом направлении, тогда мы так полутайно занимались. В кавычках любимый вопрос, и я хотел бы разъяснить. То есть, многие сейчас спрашивают, а когда мы сможем обменять обязательства. Друзья, у меня тоже вот как бы обязательств немало, я бы с удовольствием их обменял, но давайте немножко подумаем о природе, откуда будут появляться токены. То есть, вот кто-то мне говорил ВКонтакте, я потратил вчера примерно, наверное, минут 40, прямо на своей страничке, можете зайти, почитать, общался с Виталием и отвечал ему на вопросы. У многих такая вот как бы иллюзия складывается, что вот токены будут выпущены, и, соответственно, мы обязательно сможем обменять. Эти токены уже чем-то подкреплены, эти токены уже в работающей системе, цифровой экономики, она уже создана, уже реализовались адресные проекты, когда мы будем выпускать и перед этим сгенерируем в нашем блокчейне токены, то им нужно будет еще заработать свою ценность. И для этого то, что мы сейчас описываем, и все вы прочитаете в белой бумаге, очень скоро мы в свет выпустим такую one-page версию, одностраничную, там будет листочек такой, но готовьтесь к такому языку информатики, потому что вот там все, что упрощено, было упрощено, но по-другому никак не сказать. И там будет описано, как будет платформа функционировать. Она направлена именно на то, что сейчас ребята, которые вот как бы в одном из проектов на крайнем слайде вы увидите, EOS называется, они сформировали один из первых чатов русских и спрашивают наших разработчиков, когда же вы уже выкатите, мы хотим посмотреть, что вы там делаете с применением реальной технологии. Все они действительно желают посмотреть, потому что никто сейчас не имеет такое железобетонное струнное подкрепление в виде реальной технологии. И нам всем участвует посредственно или непосредственно в этом всем процессе действительно очень сильно повезло. Потому что сейчас ни у одной криптовалюты, ни у одного токена нет такого направления. И иногда просто токены взлетают из-за того, что какое-то соглашение, к примеру, с Санкт-Петербургским университетом, где стоит квантовый компьютер, вау, соглашение, и все, токен полетел. Но опять же, его потом очень сильно трейдеры вниз опустят. То есть это физика, и в будущем нам вообще нужно будет уйти со внешних бирж, на которые мы вначале придем. То есть это заложено, поспекулировать можно будет и с нашим специалистом, тоже с Виктором Тарасовым мы эту также природу в том числе посмотрим, либо с кем-то другим, уже, который, так скажем, все, что угодно съел на этом рынке. Потому что у меня есть такая вот как бы чуйка именно по анализу по новостям, предвидения и так далее. Ну, у меня просто ноль по техническому анализу. Ну, просто. Просто вот если где-то куплю, уже начинает падать и я думаю, блин, зачем? И вот таких людей действительно их будет много. То есть это опасный рынок. И я повторюсь еще не раз на этой презентации, что это действительно опасный рынок. Я словакам когда рассказывал, такая закрытая презентация была, ну, примерно, причем она спонтанно возникла, на самом деле я не хотел об этом общаться, просто спросили про OneCoin. И я сказал, ребят, давайте поговорим действительно о том, что так вот более реально. Что такое OneCoin? И на самом деле в 2014 году, когда я обходил в проект Skyway, мне предлагали определенные лица, Лех, давай это, ток-позиции, ноги отрастут, бинар, все дела, заработаем. Я говорю, ребят, какой бинар, какой тренар, и так далее, какие ноги, нас опоры скоро будут ставиться, а вы про бинар. Они так сказали, ну, ты долбанутый, вот, ну, так вот мне сказали, ты со своим Skyway уже, ты же тут заработаешь. Ребят, зарабатывайте, обманывайте людей, пожалуйста. Нам предлагали встречаться с Ружей Игнатовой и так далее, Сергей Анатольевича могли связать. Мы все пообщались, но этого не произошло, потому что был один показательный пример, который плюсом является, и вот что вообще ванкойн появился, и, в принципе, как бы мы поняли, что ванкойн, ну, как бы особый такой вот маркетинг воздушный, но все-таки не собрали полтора миллиарда долларов. Примерно так, чуть-чуть. И сейчас думаю, что же делать? Надо маркетплейс создать, на биржу надо выходить. Если они выйдут на биржу, дай бог, мы протянем руку сотрудничества и будем с ними сотрудничать. Возможно, через ванкойн можно будет войти на нашу платформу, потому что вход будет в первую очередь через криптовалюты. Сейчас, более того, я не буду углубляться в технические сложности, подробности, но есть определенные нюансы, которые технически позволяют отвязываться вообще от волатильности адресных проектов. То есть, когда токен адресного проекта будет выпущен, и он основан на базовом активе, который является основным токеном, в который люди на первичном размещении как раз таки будут инвестировать, название которого я сегодня сказать, к сожалению, не могу. Потому что нас сразу скопируют буквально завтра, послезавтра. команда Узлова скорее всего просмотрит эту трансляцию и даст задание, причем видели эти сайты вообще? То есть, это не сайты, это кто делал? Это школьник делал, который только вышел с урока информатики по программированию? Самое интересное, люди на это такое грубое слово ведутся. И это тот рынок, который на сегодняшний день не охвачен. Рынок криптоэнтузиастов. И когда я был на конференции, на первой конференции именно такой вот серьезной нам произошло общение, огромная благодарность одной девушке, которая буквально за руку нас провела, познакомила нас с корифеями того мира. Кстати, определенные корифеи еще тогда, когда эфир стоил 50, они сказали, что он будет как минимум 100-150 стоить через месяц. Я подумал, вряд ли вообще. И, естественно, не инвестировал. Они знали, они что-то знали. И вот эти вот как бы корифеи, когда мы буквально на салфетках и так далее рисовали схему, а что же мы хотим, с этого начиналась вообще вот эта концепция. Они сказали, ребята, вы же сумасшедшие, это невозможно. Вы помните вот эти вот как бы фразы, когда нам говорили, когда мы начали развивать все краудинвестинг, лично Анатолий Эдуардович придумал, что такое краудинвестинг. Да вы ничего не построите, да вы не дойдете даже до согласования земли. Потом дошли до согласования земли, хорошо, но опоры вы не вкопаете, потому что вы не сможете даже их изготовить. Установили опоры, но струны это невозможно натянуть. натянули струны и сейчас уже ездят подвижные составы. Также многие скептики, которые сейчас будут говорить, я не случайно сделал опрос на своей страничке, ну, как тест такой, там есть ребята, которые голосуют нет, или надо подписать вообще нет, никогда у них ничего не получится, надо кстати подписать, чтобы грело проголосует, нет, никогда у них ничего не получится. Есть такая категория людей и есть мои знакомые и так далее, считают, ну, они думают вообще, что проект Skyway до сих пор нереален, а если что венчур и венчур они делают, то это вообще что-то нереальное. Но, друзья, самое интересное, что я услышал, когда был на крайний раз на Экотехнопарке, кстати, могу сказать такую вещь, мы с Сергеем Анатольевичем и Дмитрием Владимировичем в первый раз переспали с Экотехнопарком. Клубики ночевали. Да. И как нам сказали, что это вообще как бы в первый раз, что кто-то ночевал на Экотехнопарке. Видимо, какие-то серьезные вещи обсуждали. Кстати, такое лирическое отступление, тоже были очень неплохие серьезные инвесторы, они сейчас делают компанию в Европе, деньги у них уже на счетах, и что-то мне подсказывает, это также какая-то швейцарская возможно будет юрисдикция, и это будут постоянные инвестиции, месяц, из месяца в месяц, люди действительно также абсолютно заряжены проектом Skyway, и соответственно это будет гласить о том, что как только сейчас пройдут первые инвестиции, через две недели будет объявлено за две недели до этого, что смена этапа. И это еще один аргумент, что многие ожидают, когда я смогу подвинять обязательства на токен. Да лучше сейчас, если есть желание, если есть возможность, если есть рвение, активность, инвестируйте сейчас понемножку, помаленьку, либо не инвестируйте, рассказывайте, либо не рассказывайте, но не ждите того, не делите шкуру неубитого медведя, причем пенчура пенчури. Крипто направление также сейчас было объявлено всем нам для того, чтобы охватить весь этот спектр, который сейчас пинары, тринары и так далее, я уж не знаю, четвернары, пятернары, естественно, шучу, утрирую, но огромное количество людей вращается в этих проектах, кто-то купил из знакомых моих очень хорошие машины и так далее, это как раз те, говорили, Лех, ты долбанутый, не пошел, как бы, вначале пошел и сразу стал продолжать проект в Skyway, но чем это закончится, мы все знаем, и вот этим людям нужно дать оповещение, в Киргизии вообще просто хлопало, когда это направление появилось, потому что очень большая такая вот атака на наш рынок, и я не побоюсь этого слова, атака, потому что мы отхватываем проект Skyway огромный кусок от множества интернет-проектов, это хайф, это MLM-компания и так далее, а мы реальные, ну, просто чуть-чуть двигаем с помощью краудинвестинга, с помощью партнерской программы, зато ни копейки не тратим на рекламу абсолютно, и вот этих всех людей, которые еще не в проекте Skyway, они могут прийти в проект Skyway, когда вам скажете, там, такая крутая крипта делается, там, так классно, высокотехнологично, если ты не поймешь, то скажи своему сыну, наверняка это будет ему интересно, это действительно будет интересно, это действительно дополнительная точка входа в проект Skyway, потому что будущее это не мир интернет-пещей, на наш взгляд, на взгляд практикующих футурологов, ученика, самого главного футуролога Анатолия Эдуардовича Юницкого, не Джефф Безос, который говорил о том, недавно сказал, что возможно через 100 лет мы что-то там будем выводить в открытый космос, возможно промышленность. Анатолий Эдуардович еще 40 лет назад это придумал и говорит сейчас, что нет времени, друзья, нет времени, мы должны запускать это направление параллельно, буквально через 3-4 года должен быть создан специальный международный мировой фонд и мы должны развивать это направление, потому что уже невозможно ждать вот этого действительно конца цивилизации в плане экологии и ускорением процесса в том числе будет блокчейн направление. Следующий слайд. Кстати, что я не сказал про Экотехнопарк, на опорах уже есть сенсоры. Соответственно, мы с Русланом подъезжали сейчас тоже как пример, как аналогия, простая, железобетонная. Мы подъехали, шелокбауму, чуть подальше встали, а он не хочет открываться. Руслан вышел, походил, не открывается. И просто подъехали чуть поближе, там сенсор стоял, все загорелось, все открылось. То есть, теоретически, можно этот шелокбаум, ну, какая идея для стартапа, может, кто-то захочет провести их всего, будут открываться шелокбаумы по всей планете. Люди будут инвестировать, кстати. Я серьезно говорю, то есть, этот рынок просто дикий запад. И мы вот с Виктором общаемся, спорим, удивляемся. Надо было, наверное, ICO провести еще годик назад, когда вообще все не зарегулировано было. Да, тогда мы могли собрать огромные деньги, возможно. А были бы огромные проблемы. Я расскажу, почему. Почему действительно все делается вовремя. Тогда нас не подтолкнула вот эта сложность, лень и необходимость ощущения безопасности к тому, чтобы в виде токена выражать не просто акции. Потому что, когда в СВИГе еще, не помню, я или Сергей Антольевич мы придумали, в общем, юнит, знаете, там, внутренние обмены. Теоретически это прогнозировало, что что-то должно дальше пойти. Так и осталось. Вот. И, соответственно, это было бы только в виде акций. Что произошло, допустим, с тем же DAO, про который я говорил в начале конференции? Это было рекордное размещение. Было собрано более 100 миллионов долларов. Но потом, соответственно, хакер похитил. Ну, во-первых, как бы это было сделано на эфириуме. А, кстати, из всего рынка ICO примерно полтора миллиарда, ну, примерно, как собрали OneCoin, было похищено как мошенники. Это не сравнение с OneCoin ни в коем случае. Но, действительно, как бы хакеры взломали и похитили. То есть, технология размещения именно с помощью создания ERC 20 токенов это максимально такая простая, максимально дешевая. Мы тоже могли по этому пути пойти и уже бы сделали, все разместили. Но мало бы не показалось, когда у нас есть кому взламывать. Опять же, там вот эти школьники, которые только класс информатики окончили и сайт сделали очередной скамовой. Они бы сделали и смарт-контракт какой-нибудь. Это было бы украдено. Это мы не можем допустить. И потом, после этого прецедента, было разбирательство с DAO. Более того, началась история СЭК. То есть, это та организация, которая регулирует все и вся финансовый поток в США. И началась регуляция этого поля. И сейчас сложное время. Вспомните, какое время мы входили, когда начал развиваться проект Skyway. Я помню слова Сергея Анатольевича, когда мы начали развиваться на Украине. Какая Украина? Там же Майдан скоро. Но проект Skyway пошел на Украине, сейчас он развивается в Крыму. И во многих странах, где сложность, как раз таки люди испытывают потребность и понимают, что необходимо чуть-чуть хотя бы капельку приобрести, внести свой вклад и войти на международный экономический ковчег. Чтобы потом уже при таких потрясениях финансовых, экономических была возможность это все пережить. И именно поэтому это действительно все пошло. Именно поэтому в том числе люди на сегодняшний день, которые только присоединяются в крипто направление, инвестируют в те направления, которые вообще вот опять же Skyway Coin не наш, естественно, и у нас не будет Skyway Coin. Кто-то в него инвестировал на Юбит, на бирже. Причем это не очень хорошая такая прямо супер биржа. Ну нормальная биржа, туда можно в принципе выходить как первый. Там кто-то торгует Skyway Coin. Представьте, насколько без разницы спекулянтам каким мясом торговать. То есть в данном случае вот этот токен является мясом кушечным. А кто-то теряет, кто-то инвестировал. Подстригли хомячков, как говорится. И это действительно сплошь и рядом. Опять же мое третье, четвертое, пятое, десятое повторение будет, то что рынок этот волатилен и опасен. И мы приходим к понятию транснет-спейс. Есть транснет, единое транспортно-энергетическое, коммуникационное, информационное, социальное и даже финансовое составляющее. Сейчас мы будем уже добавлять слово сервисное. Транснет-спейс это именно токенизированное, оцифрованное пространство транснет. то есть когда объекты транснет упрощенно станция, путевая структура, подвижной состав. То есть в нашей логике это будет скайсервер, скайбот, скайлайн. Причем об этом будут говорить блокчейн-сообщества. Это наши термины. Кто-то же назвал планшет, кто-то же назвал мобильный телефон. Телефон бегает что ли? Назвали тоже своими терминологиями. Это было пожелание в том числе Анатолий Эдуардович и желание всей команды, которая участвует в этом процессе. Станция, подвижной состав, путевая структура начинает между собой взаимодействовать. Сейчас это та инфраструктура, которая будет окупаться намного быстрее, чем существующие традиционные инфраструктурные проекты. То есть современное скоростное направление будет стоить несколько десятков миллиардов долларов, в 10 раз дешевле, далеко ходить не будем в Челябинске, Екатеринбург. То оцифрованное это направление будет формировать дополнительную капитализацию. И давайте рассмотрим каким образом оно будет формировать дополнительную капитализацию. это я говорю действительно в первый раз. Это я говорю и так скажем тренируюсь перед завтрашней презентацией, потому что там будет такой полухолодный рынок. Это кстати одна из причин, почему я здесь присутствую. Там платный вход, то есть ребята будут такие наверное достаточно непростые. И вот как раз про это направление мы будем им рассказывать. в каждом проекте Transnet будет четкий бизнес-план просчитанный, который у нас реализуется сейчас на базе ЗАО струнной технологии в отделе замечательного человека, его лично зная, действительно Skyway это Кирилл Бадулин, который действительно до поздней ночи готов работать и работать над бизнес-планами адресных проектов. И опять же бизнес-план заложенный прибылью и так далее с выходом на цикл окупаемости. А представьте, что этот бизнес-план показатель этого бизнес-плана можно было отцифровать. Ну просто допустим стоимость путевой структуры, стоимость подвижного состава, стоимость станции, соответственно стоимость проезда, цикл жизни примерно понятен, эксплуатационные затраты, амортизация, то есть все составляющие вот этой всей экономической реальной теории. И тут можно действительно присоединить уже и цифровую экономику. Что происходит потом? В традиционной схеме у нас существует оператор адресного проекта, управляющая компания, то есть вы понимаете, что, например, в Челябинске Екатеринбург есть правительство, есть заинтересованные чиновники, есть, соответственно, группа лиц, которые инвестируют, есть группа лиц, которые пробивают, есть и группа лиц, которые непосредственно среди вас участвуют в этом проекте, ходила и ходит по заседаниям и все это реализуют. Это уже составляющая такой управляющей компании. То есть в традиционной схеме эта управляющая компания получала бы некий процент по договоренности. Здесь тоже будет процент от количества токенов, выпущенных на адресный проект. То есть задача нашей платформы и мы не будем конкурировать с существующим рынком ТЖЕ, ICO. Мы создаем новый рынок. Не конкурируй, а создай что-то свое новое на основе существующего, максимально перспективного, максимально эффективного, старого. Вот в этом логика работы и задачи платформы. И я вам могу привести пример, что такое рынок ICO, что такое рынок первичных размещений. Опять же вспомним апрель, вспомним, когда мне ребята определенные сказали, что буквально месяц назад до этого копир вообще стоил 13 долларов. Потом я приехал на конференцию, он примерно 45 стоил, 50 сказали 100-150. А знаете, что они знали? Они знали, насколько много будет размещений происходить? Я не знал. То есть у них была такая информация. И сейчас, несмотря на то, что прошел форк, и так далее, Бизантиум, и я хотел бы более подробно остановиться на форках биткоина, но умолчу, дабы не вступать в дискуссию с криптоэнтузиастами и корифея того мира. Соответственно, когда начали происходить первичные размещения, неважно, скамовые, не скамовые, то есть как происходило первичное размещение. Есть группа программистов, ну, либо кто только закончил урок информатики и пошел делать скамовый проект в команде Узлова. Есть именно токенизация на платформе эфира, То есть создается токен как копирка, знаете, просто шаблон, ничего нового. Никакой экономики, какая экономика. И таких проектов можно родить множество. А представьте, мы туда приплетем легенду, что мир интернет-вещей через два года начнет взаимодействовать на основе этого токена. Твиттер, красивый сайт и так далее. Пиар, Форбос, Меркель. Кстати, у нас тоже это все будет. Без этого нельзя. Потому что мир такой, рынок такой. И таких проектов возникло очень много. И у меня тоже такое ощущение Фомо было, когда вот буквально за несколько недель эфир вырос почти до 400. Знаете, какое Фомо было? Что он может до 1000 пойти? Но что-то меня остановило, дабы наученные проектами на три буквы и так далее. Все прекрасно понимают, о чем я говорю. Я остановился, остепенился. И потом было сразу падение. Падение буквально примерно на 70%. И это действительно опасный волатильный рынок. И если бы вот эти размещения были подкреплены чем, да, есть и положительные размещения, и положительное SEO, они входят сейчас в десятку крупнейших криптовалют, и кто-то позиционируется, что мы войдем, в эту десятку обязательно войдем, но я не буду говорить сроки, потому что о сроках зачем Богу рассказывать о своих планах? Лучше делать. поэтому здесь никакой символики сегодня нет. И мы делаем наши адресные проекты, это и будут первичные размещения. Каким образом сейчас происходит, допустим, из-за чего сейчас растет биткоин? Одна из причин, но она объективная, из-за этого падают альткоины, именно альтернативные криптовалюты, которые, кстати, для интереса, я чуть-чуть инвестировал, дабы понять их природу. Они падают, биткоин растет из-за того, что приближается форк. То есть это разделение, было разделение монеты, появился биткоин кэш, потом биткоин голд, кстати, биткоин голд, по-моему, неудачный эксперимент достаточно. До сих пор не вышел в продажу и кто-то начал у нас 400 торговаться, ну, кто-то сорвал, кто-то знал, кстати. А кто-то говорил, что вообще еще месяц назад начали майнить блоки и кому надо уже кучу этого биткоина голда. Опять же, хомячков подстригли, то есть прическу хорошую сделали. Но не хотелось бы, чтобы мы с вами были хомячками. Не хочется мне, чтобы я был хомяком. И мне не хочется вращаться в этой сфере, на которую нужно отвлекаться и так далее. и никогда я не буду в этом вращаться. Мне хочется вращаться и действительно быть в курсе новостей и так далее. Адресных проектов, наших адресных проектов, для того, чтобы, как мы говорим, каждый битый колыш и каждая копанная опора уже начинающегося адресного проекта токенизировала и увеличивала стоимость токена. Вот это будет реальный рост капитализации базового актива, название которого сегодня не скажу. И этого не делает сегодня никто. Я не вижу тех направлений масштабных, широкомасштабных, которые воплощали бы связку сети адресных проектов. Я не знаю, что мне там подсказало несколько лет назад, когда еще три года назад я говорил и ввел такое понятие, как сеть адресных проектов. Я тогда двух слов не мог связать на вебинарах первых, сеть адресных проектов. Даже вообще предположить не мог и во что это вылится. То есть сеть транснет, как я уже сказал, единая, тратата, сеть, формирует сеть адресных проектов. В первую очередь мы, опять же, как сеть людей, мы фактически можем пир-ту-пир обмениваться информацией, идет инвестирование в экотехнопарк для капитализации компании. И мы создаем сеть адресных проектов. И вот эта сеть адресных проектов по логике должна быть чем-то связана, что децентрализованно, защищено, максимально безопасно и максимально надежно. На сегодняшний день такой продукт существует, это блокчейн. Поэтому мы не можем не заметить этого направления и в этом направлении двигаемся. соответственно я рассказал про управляющую компанию это будет оператор адресного проекта, это наш фреймворк, это наше предположение, оно может измениться при общении либо с Анатолием Эдуардовичем, либо с экономистами мы будем этого мира очень серьезно общаться. Это швейцарцы, кстати, такое очень приятное для меня совпадение было, когда я общался с швейцарцем, там стал швейцарец, он сейчас Новая Зеландия общается с SEO компанией, с которой мы будем сотрудничать и по юридическому направлению, и по пиару, скорее всего. И он в конце сказал, я все понимаю. То есть мы с ним общались на английском, он сказал обрадовало, я все понимаю. Я говорю, ты по-русски общаешься? Да, я общаюсь по-русски. Немножко не так. И представьте, насколько совпадение, то есть он поймет Сергея Анатольевича, экономиста, действующего государственного советника, он поймет, Анатолий Эдуардович не нужно будет переводить. Это тоже совпадение, такое не случайное. Соответственно, очень краткая экономика токена. Оператор адресного проекта будет получать залог выпущенных в виде майнинга токенов базового актива адресного проекта определенное количество токенов адресного проекта. Максимально просто сказал, проще некуда. А теперь по-русски. Вы переслушайте, по-другому никак не сказать. Вы переслушайте запись. Соответственно, определенное количество токенов будет на адресный проект. Да, грубо говоря, именных. В зависимости от бизнес-плана, который посчитал Кирилл Гудулин. Либо другая какая-то компания, которая хочет, допустим, где-нибудь Саудовская Аравия реализовать. Группа энтузиастов какая-то. Но, естественно, будем смотреть перспективный проект. Потом объекты вот эти Transnet, они имеют некую наполняемость. Именно сколько нужно привлечь инвестиций на строительство станции, утрированно путевой структуры и подвижного состава. оператор адресного проекта он не сразу будет передавать, там еще будет квалификационный токен. квалификационный токен для тех, кто умеет что-то делать внутри Transnet. Для того, чтобы не произошло таких повстоятельств, нюансов, когда что-то сделано плохо, за это заплачено, нужно переделывать. Сплошь и рядом, да? То есть, фактически, мы эту проблему решаем внутри экономики токенов. Более того, это будет формировать стимулирование делать хорошо. То есть, будет рождать в голове человека стимул. Сделай хорошо, получишь оплату. Сделай еще лучше, получишь еще больше оплаты. И будешь делать постоянно. как строили БАМ в принципе. За счет стимулирования, что это надо сделать. Поэтому в экономике также заложено, что каждый участник активный должен быть простимулирован. Если что-то он умеет делать, то получит квалификацию. Квалификацию в инженерном плане кто нам будет выдавать? Конечно же, проектный институт, основанный на зоо струнной технологии. После этого немножко отпадают вопросы, а когда я смогу обменять обязательства на токен? Немножко такую серьезную вещь делаем. Возможно научную разработку, возможно прорывную. Сообщество оценит. Соответственно затем вот этот тот, кто получил квалификацию, он получает количество этих квалификационных токенов и ресурсные токены в которых оценена стоимость подвижного состава, путевой структуры, станции, у них свои названия будут именно как объекты токенизации, они будут между собой взаимодействовать до тех пор, пока этот объект не окупится. Как только этот объект окупится, то все возвращается оператору адресного проекта уже. Это значит, что проект введен в эксплуатацию с прибылью и соответственно объект окупился. Ну и значит, что владельцы токена адресного проекта токены адресных проектов скорее всего не будут торговаться на бирже, то есть их можно будет конвертировать в базовый актив, в основной токен, название которого я не могу произносить, поэтому здесь такие пробелы сегодня. И как раз с этим можно играться на внешних биржах, пока это внешние биржи, а в будущем у нас будет то, о чем мы говорили всегда, внутренняя биржа, в чем она будет децентрализованная. В чем суть децентрализации? Это в том, что никто не сможет так вот сильно обвалить рынок. Ну просто там заложено в логике Декса, что манипулятор не пройдет, просто программный не получится. И соответственно из-за того, что будет складываться дополнительная капитализация в виде цифровой экономики, теоретически должно инвестировать в эти проекты все больше и больше людей. Соответственно наш базовый актив токен, являющийся базовым активом, основной токен, он будет очень как бы популярен среди населения, потому что люди захотят инвестировать в адресные проекты, возможно они захотят инвестировать в адресные проекты, в оцифрованные транснет и создаваемого транснет спейс. Опять же что такое транснет спейс? Это оцифрованное пространство транснет спейс, организующее взаимодействие между объектами транснет, такие как путевая структура, подвижной состав и станция. Ну и естественно пользователь. Ну а самое интересное друзья начнется когда проект будет введен в эксплуатацию и там вообще уж песня, об этом мы не раз говорили на вебинарах, но как говорится вся сказка когда-то станет явью, соответственно пиццу либо квас там и так далее можно будет заказать за счет чего? Каких токенов? За счет того же основного базового актива. Поэтому я могу сказать, что базовый актив, токен базового актива будет очень простое название, сейчас нужно так долго говорить, это будет внутренний расчетной и учетной единицей. В будущем теоретически закольцевав эту сеть даже внутри одного адресного проекта, в будущем проездом и так далее оплата теоретически может почему теоретически потому что естественно согласует это один у нас человек это Анатолий Эдуардович Юницкий. Будет этот базовый актив являться основной мерой учета и распределение внутри сети адресного проекта конкретного. А представьте если таких адресных проектов будет много. А представьте если реализовать на основе этого целый линейный город. И многие говорят, я забыл как называется закон этот, может информация на разуме закон Мерфи или как-то так. Нет, не Мерфи. Там фишка в том, что с количеством пользователей растет сложность транзакций и растет курс что-то такое. Соответственно вот беда и проблема многих криптовалют в том, что у них нет комьюнити, у них нет сообщества. А вот как-то интуитивно Анатолий Эдуардович пошел по тому плану, что в начале было создано общество, то есть это, кстати, можно сравнить даже то, что 40 лет и так далее. То есть мы сейчас ходим и рассказываем о проекте и мы сформировались в некоторое такое комьюнити сообщество. Это дорогого стоит. Это супер дорогого стоит, особенно когда у нас больше участвует стран, чем вообще в организации объединенных наций. стран, но я тоже не люблю такое сравнение, как может быть больше, но очень много таких стран участвует и это огромные маркетинговые затраты, которые потом несут вот те криптовалюты, которые вышли на рынок, имеют такой нормальный вроде как продукт, но им нужно рассказать людям. Не с этого нужно начинать, нужно построить основу в виде технологии, привести на нее как бы ту заинтересованную часть населения планеты Земля, которые поверили в эту технологию, сформировали комьюнити, эта технология начала реализовываться и потом уже делать и продукт, блокчейн, и так далее, в принципе, по этому пути мы и идем. И на наш взгляд это беспроигрышный действительно вариант. Естественно, это венчур венчуре. Естественно, сегодня ну и как бы что таить греха и скрывать я, возможно, как-то это сказал сложно и так далее. В будущем будем говорить еще проще и рисовать на доске сегодня, не буду этого делать, но что-то, я думаю, понятно, если половина зала не ушло, значит, чуть-чуть интересно. Вход заблокировали. То есть, соответственно, через цифровые деньги, криптовалюты, пятные деньги можно будет приобретать базовый актив в следующем слайде. И далее, соответственно, уже формировать все вместе новое цифровое пространство. Это то, что, в принципе, сейчас можно назвать Transnet Space, то есть пользователь, который имеет некий базовый актив обменивающего на существующие криптовалюты и так далее. Абсолютно децентрализованно, абсолютно защищенно, абсолютно надежно. Вы видите здесь биржа, составляющая станция, путевая структура. Вот, это должен дизайнеру дать дык. Анатолий Эдуардович, извините, пожалуйста, мы исправим эту путевую структуру. И подвижной состав, пожалуйста. То есть, это все вот схема именно взаимодействия внутри. Следующий слайд. И мы подходим к главным составляющим, действительно, в чем преимущество этой технологии. То есть, сегодня вот так вот, наверное, как кувалдой такой по голове, чуть-чуть прозвучало об экономике адресного проекта, неких квалификационных токенов, действительно, что это экономика продуманная, это не просто какой-то ЕРЦ-20 токен, и многие мне пишут, а почему вы еще не выпустили токен? Если бы мы хотели его выпустить просто так, мы бы его уже давно выпустили. То есть, в начале у нас есть сведения бизнес-плана. Все показатели, они оцифровываются и переносятся в виде токенов, то есть, токенизируются в виде ресурсных активов, которыми в начале обладает оператор адресного проекта в виде квалификационных активов, но это активы не в понятии ценной бумаги и так далее, то есть, это именно токены. И все это начинает вращаться внутри отдельного пространства. Это абсолютно автоматизировано, то есть, транзакция, в чем прелесть блокчейн, что действительно финансовые потоки, финансовые транзакции, они абсолютно автоматически складываются, более того, будет закладываться алгоритм на многие процессы. Не будет такой возможности ошибиться при входе блокчейн, ну просто вообще никак, потому что там все будет настолько интуитивно понятно и за ручку нас проведут, что действительно как бы замечательно. Это все делают сейчас программисты. И то, что это все основано на технологии распределенного реестра, соответственно, безопасно, надежно, безотказно, действительно, 24 часа в сутки работает. Ну и самое интересное, если что-то вдруг произойдет с одним из узлов Transnet, к примеру, в реальном действующем адресном проекте, по логике блокчейн, не просто по логике блокчейн, по логике технологии Graphene, то есть это Deligated Proof-of-Stake протокол, это протокол, распределенный, делегировано доказательство доли. То есть это не традиционный майнинг за счет электричества, а именно то, что человек, как делегат, как свидетель, и так далее, как оператор радостного проекта, ему разрешают майнить, ему разрешают поднимать вот эту моду, либо давать там возможность поднимать, ну, давать специалистам, и он создает блок, за который получает вознаграждение. Но это опосредованное вознаграждение, не как создается майнинг за биткоин. Как раз за счет этого вознаграждения можно, внеся его в залог, создать реальный токен адресного проекта, но он должен доказать, и многие сейчас уже доказали комьюнити сообщества нашего, что они могут это делать. Тот же Roadhook, Мадина Туль, которая сейчас активно продвигается и действительно реализовывает все это на территории Индонезии, та же команда в Индии, и очень-очень много людей таких появится, кто пожелает это делать. И мы не говорим в том, что в начале это все пойдет именно в виде оцифрованных проектов, нет. То есть наша логика и наша попытка с Сергеем Анатольевичем, с Дмитрием Владимировичем, с группой энтузиазмом, в первую очередь с поддержанием идеи Анатолия Дородовичем, заключается в том, чтобы попробовать именно не опоздать, когда начнутся адресные проекты и реализовать действительно хотя бы один-два оцифрованных адресного проекта, показать миру, каким образом это будет функционировать и действительно насколько быстрее это все будет окупаться. И то, что мы покажем, это будет уже продемонстрировано уже в следующем году, то есть я думаю в начале следующего года наши разработчики, я уж не говорю о том, что скоро сайт появится, можно уже блокчейн свой подняли, это как такой вот некий форк битшерс, ни биткоина, ни эфириума, ни нео, ни атомных транзакций, ни каких-либо других криптовалют, мы просто проанализировали десятки решений и пришли к выводу, что нам будет подходить только графен, почему? Потому что он сможет обеспечить действительно сотни тысяч транзакций и появился такой проект как универсия, там также говорят, что сотни тысяч транзакций, но я не буду говорить ничего плохого, хорошего про этот проект, но в первую очередь люди туда инвестируют для того, что потому что им там показали это и очень много сейчас проектов рождается тех, кто что-то декларирует, что-то обещает, но у них нет допустим рабочего продки типа это не про универсу, то есть я на этой конференции ничего хорошего, неплохого не буду о проектах говорить, но у нас более того в нашем решении на который мы собираемся мигрировать, планируется не 100 тысяч транзакций в секунду, а даже миллион транзакций в секунду. Мы знаем, что это за решение, поэтому мы выбрали именно технологию Graphene для того, чтобы обеспечить максимальную масштабированность, когда мы построим один-два адресных оцифрованных проекта, для того, чтобы распространять это на всю сеть Transnet. и многие спросят, а для чего вообще это нужно будет людям, то есть почему это будет интересно, почему криптосообщество будет туда инвестировать, потому что это в первую очередь провоцирует огромную капитализацию и ускорение развития криптоэкономики. На сегодняшний день она по сравнению с мировой экономикой, ну, наверное, небольших размеров, то есть если мировая экономика это, примерно, у нас 76,5 триллионов долларов, то криптоэкономика 150, 190 и больше 200 миллиардов. То есть это огромная пропасть и огромное различие. И, на мой взгляд, сейчас действительно начинается регулирование, такой основательный подход именно криптоэкономике, как же ее применить к реальным процессам именно в масштабе. И тот игрок, та технология, которая создаст народное действительно применение этой технологии в виде действительно как бы огромного количества проектов, она и победит и выиграет. И, естественно, я могу сказать, друзья, что это будет абсолютно прозрачно. Если какая-то из компаний адресного проекта операторы, группа лица, управляющая компания пожелает, если на тот момент будет соответственно необходимо выходить еще на IPO, у них будут абсолютно прозрачные процессы, в том числе, когда мы будем выходить на бирже, более того, сейчас и в будущем кто-то сможет даже посмотреть, а что там Сергей Анатольевич и Алексей, на что они там инвестировали. Это будет видно, и мы ни от кого это не скрываем абсолютно. И более того, мы сейчас как бы решаем, чтобы тот чат, в котором мы все начали, он суперчат, телеграмм, возможно, мы туда позовем народ, чтобы сначала самого не посмотрели и поняли, что никто, ни от кого не скрывается, как некоторое SEO-размещение, что, ребят, мы делаем продукт, мы рискуем, мы делаем венчур-венчуре, но почему действительно нельзя делать позже, потому что эти направления должны реализоваться одновременно запуск сети реальных адресных проектов и токенизация. Если что-то запоздает, то уже невозможно будет выстроить этот рынок, именно поэтому сейчас рынок Google, Apple, они не токенизируются, потому что сегодня это сложно и дорогостояще действительно сделать. Слэшлайд. И давайте буквально чуть-чуть продвижимся, уже подзатянув, Tezos, Filecoin, EOS, то есть это те размещения, взгляните на суммы. То есть 250 миллионов в ходе ICO. Мы бы уже в принципе закрыли инвестиции. Знаете, в чем фишка? Вот просто на CoinMarketing наберите Filecoin, вы найдете его? Там участвовали институциональные инвесторы. Они тоже что-то знают. они тоже что-то предполагают. Tezos, там вообще отдельная история, 232 миллиона. Это еще как бы летом. Сейчас это фактически уже полмиллиарда приближается и огромные действительно как бы суммы. Но фишка в том, что сейчас поссорились руководители Foundation и разработчики. И теоретически вот эти 232 миллиона, которые 500 миллионов, они могут быть возвращены всем инвесторам. А может не будут возвращены. То есть вот эта составляющая также говорит о том, что нужно все юридически продумать. Поэтому именно вот та составляющая, которую мы в плане юрисдикции выбрали, это будет Швейцария, то есть это самое такое стабильное законодательство. У нас был выбор Лондон, у нас был выбор остров Мэн, там и так далее. Сингапур тот же. Может было компанию о рога и копыта сделать, уже запустить для всего и RC-20 токенов, это было просто. И объявить его протоколем, что-то собрать, но не иметь никакой контакты. Потом бы это вышло боком, потому что мы именно проект Skyway и те люди, которые поддерживают проект Skyway, действительно пришли не на один год, а на десятилетие, на 20, на 30, на 50 лет. Следующий слайд. И поэтому в дорожной карте как раздел кутурология будет обязательно указано направление ОТС, обязательно будут указаны такие направления, как сервисная линия, и более того, я могу вам сказать, друзья, что сервисную линию мы будем делать. Что такое сервисная линия? Очень кратко, Руслан, сколько времени осталось? А, хорошо, тогда не кратко. Что такое сервисная линия? Очень мне направление это нравится. Вот представьте окно. Ну, обычное окно, мы сидим в кабинете либо в комнате, и, к примеру, это стена, специальная автоматизированная стена, ну, чтобы представили. Я имею в виду, почему окно, потому что в окно можно что-то передать на первом этаже. И к этой стене подключен, как вот через интернет можно подкнуть кабель, в разъем специальный и получить доступ в интернет, соответственно, подходит Transnet, и вы попадаете в Transnet Space. В чем будет заключаться именно фишка сервисной линии Transnet Space? Опять же, вот я вспоминаю ту свою утопию, идиллию, когда я сижу в кабинете, и мне нужно попить чай, и мне дрон прилетает, либо робот привозят. Что нужно будет сделать? Нужно будет заказать на своем мобильнике. Эта технология будет действовать на блокчейн, на технологии распределенного реестра, и по легкой, суперлегкой путевой структуре, то есть, ну, буквально, вот, к примеру, вот это дом, это у нас основная путевая структура, здесь опора, сделаем потолще, вот так, и тут вот, либо чуть повыше, не знаю, как Анатолий Эдуардович это реализует, тут у нас подвижной состав, ну, к примеру, давайте, типа это скоростной, типа уже построен, перемещается до 100 килограмм примерно ящички, их может быть больше, меньше, соответственно, что это за ящички, вы можете получить яблочко, вы можете уходить в магазин за фруктами, тортик можете, если пришла подруга, которую давно не видели, магазин сам отправит, я имею в виду, что я на моем этаже магазин набираю, мне тортик приезжает по кошкам, он приезжает по сервисной линии, да, то есть, это мэджик-бокс, скай-бокс, вы открываете, вот как мне робот принес, это неправильно, он ехал, он затрачивает энергию, там и так далее, у нас с помощью нашей путевой структуры, на основе существующей инфраструктуры, Анатолий Анатолий Эдуардович уже придумал, как это все подвесить, это гениально просто, то есть, когда это все увидят, весь мир инженерный содрогнется от того, что действительно будет реализовано, это превосходит все ожидания, и, соответственно, мы получаем продукт, более того, такие гигапроекты, как Байкал, например, перевозка пищевого льда, мы пришли к выводу, что они были невозможны без этого ранее. Знаете почему? Потому что не знаешь вообще, что вам привезут, даже в Транснет, в подвижных составах, к примеру, лед, может, воду где-то слили на водокачке, она вся зараженная, и так далее, тегерсия какая-нибудь кого-то хотят, например, что-то там навредить ему, заморозили и прислали. Что делает технология блокчейна? Она максимально заранее заверяет и удостоверяет, что это та вода, откуда мы ее заказали. И каждый сможет отследить ту транзакцию, откуда вообще пришла вода с Байкала или не с Байкала. Невозможно будет обмануть систему абсолютно. Соответственно, рождается очень много составляющих. Это, в принципе, бизнес сегодняшний Алибопа, Амазон и так далее, многих пределовских групп. То есть, так же, как мы декларировали и говорили, что мы уберем все фуры и пробки с дорог, а сейчас мы говорим, что у нас складов не будет. Почему не будет? Да, потому что сразу производится то, причем получая теоретически потенциально и так далее, квалификационные токены тот, кто производит. Опять же, если я вот сейчас как бы потел чуть-чуть и потом приду в гостиницу, брошу, мне нужно постирать футболку, и, допустим, у меня нет больше футболки, завтра можно выступать, не буду уже подный выступать. Ящичек уедет и приедет, и кто-то уже постирает. Я не знаю, кто будет стирать, либо робот, либо человек. Главное, что вот это связующее звено действует. То есть, опять же, это неправильно, что робот привез мне адаптер. Адаптер должен был приехать ко мне сам. И как только кто-то это реализует направление, действительно, массово все начнут этим пользоваться. И вот это вот дорогого стоит. Это невозможно без основной путевой структуры. Это невозможно без того, что сейчас создано уже на базе Skyway. Это возможно только при тех результатах, которые уже достигнуты при начале развития технологии платформы, именно блокчейн платформы и при создании сверхлегкой сервисной линии. У нее даже есть специальное название SkyFiber. То есть, Fiber это нить, волокно, умная нить. То есть, если у нас есть струна, есть кабель внутри преднапряженный, то значит, по логике должно быть волокно или нить. То есть, я считаю достаточно логично. Соответственно, здесь будет включен абсолютно весь спектр традиционных сервисных, бытовых услуг и так далее. Ну, может быть, кто-то будет для развлекаловки ездить еще на мотоцикле, например, лет через 20, на автомобиле и нужно встать в шиномонтаж. Ну, как вам, не на юнибайке же повезет эти шины, либо не пешком. Ящик приедет и возьмет шины специального размера. То есть, если не влезет, то влезет в контейнеры. И, кстати, контейнеры в перевозках это тоже отдельный рынок, который хотелось бы максимально быстро начать воплощать именно после сервисного направления. То есть, я вам рассказал примерный как бы концепт, такой, возможно, абстрактный и так далее. Экономики токена. Далее мы будем продумывать экономику сервисной линии. Как раз сервисная линия это будет та инженерная разработка, которую оценит Анатолий Эдуардович, которая реально сформирует бешеный рынок, как когда-то был выпущен на спрос бешеного рынка Юнибайк. И мы также декларируем и говорим то, что в будущем Юнибайком человек будет пользоваться так же часто, как сегодня пользуется телефоном. То есть, это будет максимально очевидно. И также, я думаю, что очень много направлений сопутствующих появится именно благодаря Transnet Space, которое родилось из Transnet, как цифровое воплощение. но не как тот робот, который будет действовать против человека, но для человека, для пользователя, повышая уровень жизни, повышая именно ощущение счастья, ощущение стабильности, ощущение выполнения действительно всех задач. Следующий слайд. И теоретически мы предполагаем, что мы действительно сможем протянуть руку сотрудничества и начать сотрудничать с крипто сообществом и действительно как бы помочь совершить рыбок в капитализации, в новой капитализации как экономики крипто направления, так и экономики Skyway. Transnet мы должны объединиться в WeMastUnite, строй Skyway, спасай планету и дай дорогу мир Transnet. Так, ну теперь вопросы. Вопрос. Может быть даже не вопрос, я просто пытаюсь из того, что вы все говорили, из того, что у меня была информация ранее, как бы подвести только краткий итог. Просто мне хочется услышать ваше мнение, правильно я понял все, что вы говорили или нет. Значит, получается на сегодняшний день ваша политика состоит в том, чтобы создать криптовалюту, которая будет иметь под собой реальную основу, то есть капитализацию. Если обычные деньги имеют капитализацию золота, в отличие от доллара, то ваша криптовалюта будет иметь своей капитализации ту систему, которую мы будем создавать. транспорт. Правильно, да? Начальный посыл. Наша транспортная система Transnet будет как мир интернет вещей сегодня, но он уже создается на Марианой Горь. Я понял. Значит, и дальше расчеты все предполагаются, то есть внутри этой сети именно в этой криптовалюте. в будущем, когда будет запущен проект, да? То есть получается, если подводим итог, расчеты пользователя с сетью, да, и подрядчика, если он захочет. То есть все расчеты будут вестись, так как это будет международная сеть, чтобы исключить все вот эти валюты, которые на сегодня сети существуют, Будет одна криптовалюта, в которой все расчеты будут производить практически. Ну, я бы не стал так амбициозно называть, то есть стоит помнить, что биткоин есть биткоин, но внутри нашей сети, если все люди договорятся между собой, это в принципе логика, делегейтед proof-of-stake, именно протоколы делегированного распределения доли, если все договорятся и все примут это утверждение, то да. Я думаю, для нашего сообщества, которое на сегодняшний день существует, много на сообществе, то получается для нас, так как мы... у нас больше 150 государств в этом принимают участие. Если мы все валюты местные включим, рубль и доллар и все остальные, то для нас это будет идеальный вариант. Мы все внутри этой сети будем рассчитываться тем, чтобы мы будем понимать, что это такое. Не доллар, ларвар, по-моему, зип-бабу, а югер рубль из России, а именно крепковалюта, которая все будет. Значит, чего она стоит? Вначале это пятная деньга, то есть доллар, евро будет конвертироваться в токен. Не образовывался. А дальше давайте посмотрим. Я просто описываю идеальный вариант. Идеальный вариант теоретически возможно. я в этом плохо разбираюсь, я больше эти клайки, кто-то меня знает. Мне просто хотелось бы понять логику процесса. Что? Но если вы крупный инвестор, а если инвестор в компании пресейл будет? Пресейл будет вначале для крупных инвесторов, а первое общее окно размещения будет для тех, кто зарегистрирован в Skyway. Будет открыто общее окно, да, можно. А когда оно будет я не берусь называть сроки, потому что скорее всего они сдвинутся. Но сейчас вполне возможно в феврале. Может быть раньше. Еще прислали вопрос в письменном виде. Есть мнение, что будет ограничение криптовалюты со стороны проведения с 2016 года. А вопрос в чем? Что с этим делаем? Что это риск. Ну риск, да. А в какой стране? Мы зарегистрированы в Швейцарии. На данный момент можно выбрать ту страну, в которой криптовалюта разрешена. Опять же пробуем. Просто тогда будем либо не заниматься здесь токенизацией адресного проекта в России, либо договариваться. То есть выстраивать правильный вариант сотрудничества, взаимодействия. нет. Собственный банк это кто бы позволил сделать собственно. Как бы это не так просто и сделать. можно было сделать что-то на модели банка с капитал-домогой реализовать. Ну в принципе еще вопрос. Скажите у вас в корневой компании количество токенов в пустынх и на основном со временем в пустынх что вы имеете ввиду в корневой компании? Лапу США именно вот этот токен. В токене есть и можно обвалить лапу и того есть а я понял. То есть в начале то что мета платформа создает в этой мете потому что это не корневая компания не относится к ней. Будут градации капитализации то есть это вот нескольких миллионов то мы предположительно сформировали цифру 100 миллионов долларов это при том процессе если у нас уже будет на осуфровку готов проект предположительно такие проекты могут возникнуть как раз такие швейцарники. То есть ограничений нету получается? Нет ограничений будет основного токена основного токена будет выпущен на то количество которое там будет формула на самом деле при подсчете при формировании распределения в зависимости от того сколько людей инвестировали и какие суммы будет вынесена окончательная сумма но это еще утверждается то есть это я этого не делал никогда то есть я на это точно не могу ответить мы будем общаться с экономистами строго фиксированные и далее оно будет расти только за счет роста количества адресных проектов будет добавляться количество токенов которые будут на адресные проекты по комиссии согласно реальной экономике да единица токена падает в цене от того что выпущется дополнительная нет потому что будет капитализация будет жестко происходить отбор вот этих проектов неприбыльные проекты не должны таки рисковые проекции в эту систему позиции да либо на риск тех инициаторов будущих операторов адресного проекта который это делает залоговую сумму у меня еще вопрос вот все вклады населения застрахованы в агентстве страхования а вот наши гарантии какие здесь мы вкладываем деньги я это все рассказывал не для того чтобы кто-то пошел вкладывать я это рассказывал для того чтобы вы рассказали тот кто сейчас не услышал о skyway вы рассказали о крипто направлении если говорить про гарантии то есть люди переводят сотни тысяч долларов миллионы даже десятки миллионов долларов просто с помощью биткоина гарантирует система но существуют такие площадки допустим как local bitcoins там и так далее там существует момент когда человек допустим перевел биткоины деньги человеку ему биткоин не перевели вот таких вот нюансов у нас не будет то есть если кто-то перевел то ему токены будут выписаны но нет никаких гарантий это будет прописано в дисклеймере потому что это венчур венчуре что токен точно будет расти потому что этого никто даже сам господь бог не может предсказать и продекларировать еще вопрос а как будет компенсироваться инфляция она же растет с каждым годом есть конкретные решения непосредственно на технологии графен то есть компенсироваться будет механизмы заложены каким образом можно будет продавать акции покупать только через токен или еще какой-то механизм это отдельное направление которое мы сейчас запускаем как венчур венчуре поэтому открыто абсолютно заявляем что здесь ни цент вообще сфинансирования адресного проекта не взяты и не будет взяты вообще то есть это рисковый проект который синхронизируется с технологией Skyway потому что нет более сейчас вообще больше варианта реализовать вот подобную децентрализованную сеть физического воплощения и Skyway может существовать без платформы а платформа без Skyway не может существовать можно вопрос к себе а периодичное размещение для инвесторов будет рассчитан инвестор и после ограничения сколько он может ограничить на первом окне будет дабы избавиться от сивак скорее всего будет какое ограничение это решим позже а и какие инвесторы в первую очередь такие суммы уже делали сейчас это тоже есть расчет первое окно второе первое окно чтобы люди которые зарегистрированы в Skyway они проинвестировали ну я опять же сейчас сумму назову потом она поменяется то есть ну примерно тысяча долларов там сто долларов я не знаю это будем решать сейчас пока не утверждено тогда еще вопрос в плане партнерка будет какая-то партнерка это очень скользкий такой вариант и нюанс вот по идее когда мы посмотрим как сообщество вообще реагирует когда начнется обсуждение то есть в идеале вообще не делал партнерку так как это высокотехнологичный серьезный продукт действительно как бы серьезный но главное я так понимаю будет правило инвестиций в токен в токен если токен будешь обязательно являться интересным это первые окна следующие окна будут для всех но там бы сохранить действующую программу включения с этой компанией а это идет параллельно и это никак не должно влиять и опять же я хотел бы разубедить тех людей которые сейчас перестали допустим я на самом деле таких людей очень мало больше об этом говорят тот кто говорит он вообще сам перестал инвестировать за такими людьми тоже мы наблюдаем но это никак не должно повлиять на привлечение инвестиций в экотехнологии а так может быть совершенно другой если будет обязательно привязка для инвестиций в данную валюту нужно быть обязательно обладать просто зарегистрирован можно не обязательно инвестиций но я считаю это правильно это точка входа но по реферальной программе по партнерской сети решения причем революционные абсолютно в MLM инвестинге решения они уже продуманы но мы сто раз подумаем вообще применять это или нет потому что это тоже палка на двух концах может быть не принять но главное чтобы обязательно зарегистрирован инвестиций в Skyway тогда он сохранится здесь там заинвести то есть пока чтобы не было возможности приобретения данной валюты без инвестиций в Skyway нет так не будет потому что мы ограничим на тот самый план всего название сайта кстати давайте следующий слайд хороший вопрос вот пожалуйста транснет space он уже наполнен нет он скоро на нем появится заглушка сейчас он доменное имя доменное имя приобретено то есть транснет это будет основной сайт на нем будет супер понятный интуитивный интерфейс он будет являться одновременно первая часть его презентации мы очень как бы серьезно над логикой над простотой думаем а транснет space это фактически вы будете входить в блокчейн транснет space поэтому и называется транснет space ну и кстати входя в блокчейн там будут инструкции что нужно будет распечатать переписать потому что у нас не будет восстановить пароли у техподдержки это блокчейн то есть не будет техподдержки там и так далее ошибиться по сути нельзя будет но если кто-то забудет данные пароль то существовали такие как бы истории когда винчестер парень потерял а там были тысячи биткоина но все уже никак не восстановить я распечатал на листочке некоторые там данные эфиры биткоина сохранил в облаке в архиве сохранил на компьютере сохранил еще на одном компьютере и распечатал еще на одном листочке и спрятал примерно так надо ходить короче ловец 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 утку зайца так дорогие друзья вопросы еще есть у нас к Алексею может быть непосредственно по скейвей есть вопросы потому что все-таки как бы основное там направление на официальном ресурсе будет сопровождаться информация по письмам в форме или только винчур винчур я думаю что будут ну не прямая информация то есть будут на самом сайте вот на транснет либо будет блок там будет вестись но если мы это делаем значит кто-то нам сказал окей давайте посмотрим и делайте в первую очередь это Анатолий Туартович с ним это все предварительно согласовано иначе мы не сделали шаг в смысле вы говорите предварительное решение окончательно я всегда так говорю потенциально возможно это моя привычка Анатолий Эдуардович это направление согласовал потому что он видит в этом перспективу как попытка опередить время в том числе это это